А вот сам суд, когда я зашёл в комнату, где сидел, это вот судья и секретарь, я зашёл в эту комнату, а двоих этот парень закурился по грудку, это Магурочка, а когда я вышел, он только на половину её выкрыл. А судья покачал головой, ай-яй-яй, такой молодой, а уже преступление совершил. Я посмотрел тупо на него, говорю, какое же у вас преступление? Ну ладно, тут всё написано. Есть какие-нибудь просьбы? Я говорю, если можно вздробную рот, без тебя обойдёмся. В исправительных дружовых лагерях общего режима на 10 лет и 5 лет поражения в правах после отбытия срока наказания. И переночевал я всего одну ночь в контрразведке, после суда. А утром меня должны были отвезти в тюрьму. А вечером, перед сном, мне неожиданно принесли вот сок свинины отбивной, очень вкусно обжаренный сухариком, с жареной картошечкой, кружку водки и белый хлеб. Капитан Новосемцев, которого я вчера вам упоминал. Он руководил отделом совсем другого назначения. Но он у меня во время следствия один допрос он провёл. И он провёл, как он мне потом сам сказал на крыльце. Хотели узнать, я действительно инакомыслящий враг? Или это просто бредник? Так сказать, мальчишке, у которого молоко на губах не обсохло, и который полез в большую политику, да, наскоком. Вот так вот утром, когда конвой меня вывел, чтобы в тюрьму везти, он стоял на крыльце на Васильцеве. И он комбайеру сказал, иди, я поговорю с ним. Он мне сказал, рада, сынок, ты на нас зла не держи. Мы выполняли свой долг. Но ты нас благодари, потому что впереди ещё воевать. А последние дни войны будут самыми жестокими. И миллионы людей погибнут. И миллионы, а десятки тысяч людей погибнут в последних боях. А ты живой. Они ведь знали прекрасно всё. Они лицемерили. Это самое страшное, что партийная верхушка, верхушка карательных органов. Они ведь сами всё знали. и не верили им в какой социализм, в какой коммунизм. Они знали всему цену. И были, как вам сказать, пропитаны лицемерием. Вот и то.